Как относиться? Об этом сказал же Христос. Не думайте и не заботьтесь о том, что есть, что пить и во что одеться. Это всего ищут язычники. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Многие иногда думают, что этим сам Христос сказал – ничего не делайте, и ищите Царство Божие. Ничего подобного. Апостол пишет – кто не работает, тот и не ест. Трудящийся достоин взды своей я. Даже было написано это в Ветхом Завете. Тело тут совсем в другом. Когда сказано, что не заботьтесь, там стоит греческое слово «меримнао» – греческий глагол. У нас подлинник – это древнегреческий, на древнегреческом языке же. И там этот глагол «меримнао», который означает в переводе на русский язык «терзаться душой». То есть не терзайтесь душой, не страдайте обо всех вещах, о том, что необходимо. В другом месте он говорит – это нужно делать и того не оставлять. То есть не допускайте в себя страстного влечения и поглощения всей своей души в заботу, в это терзание души о земных нуждах, земной необходимости. Не терзайтесь душой. Вот о чём идёт какой перевод. И надо вот так бы, конечно, и написать. Вообще скажу вам, кстати, что русский перевод Нового Завета очень часто допускает неточности. И об этом приходится только сожалеть. Так вот, каково же отношение к деньгам? Христианство говорит – то, что тебе требуется для жизни, для достатка – это ничего предусыдительного нет. Так же, как нет ничего предусыдительного в том, что человек хочет есть, хочет пить, хочет вступать в брак и так далее. Это всё естественно присуще человеческой природе. И поэтому здесь нет ничего греховного. А вот когда человек хочет большего, чем это действительно необходимо, когда это превращается уже в страсть, тогда действительно это называется грехом. Что значит грехом? Грех – это ошибка. Иоанн Богослов говорит – и амортия, истин, и аномия. Это, то есть, грех есть беззаконие, то есть нарушение закона нашей природы. Вот, оказывается, что такое грех. Ты хочешь есть – всё нормально, но когда ты объедаешься, ты уже делаешь против своей природы. Ты вредишь себе. И это, так сказать, мысль, она распространяется на всё то, что сформулировано в понятии «деньги». Одно дело – то, что тебе нужно. Другое дело – когда ты хочешь объедаться. Чем? Неважно, пищей ли, развлечениями, комфортом, чем бы то ни было. Вот тогда это уже беда. Тогда это уже извращение, получается, самой природы человеческой. Ну вот, в связи с этим, конечно, можно обратить внимание на одно место Евангелия, поразительное, я вам скажу. Когда Христос сказал, невозможно служить Богу и мамоне, то ему не просто, знаете ли, ну, спросили что-то, возразили, нет, Христа осмеяли. Вы подумайте, до какого состояния дошло иудейское сознание уже во времена Христа. Осмеяли, то и само собой понятно, что можно, оказывается, и нужно служить не только Богу, но и мамоне. То есть чему? Вот этой чрезмерности, этой противоестественности, вот этой увлечённости тем, что мы называем деньгами и прочими вещами. Недаром апостол писал, «Сребролюбие есть идолослужение», то есть служение идолу. И само греческое слово «амартия», то есть в переводе на наш язык, означает, что такое? Ошибку, промах. Так же, как, кстати, и, ведь «амартия» – это перевод с древнееврейского языка. И грех по-еврейски там «хет», то есть что такое? Это непопадание, это заблуждение, это недостижение цели. Вот, оказывается, всё, что грех, он ведёт мимо цели. Это ошибка. То есть это ведёт как раз не к счастью жизни и тому вожделенному комфорту, о котором многие думают, когда говорят о деньгах. А как раз противоположное получается. Человек всё-таки этим наказывает сам себя. Так же, как обжора наказывает себя, когда ест не столько, сколько нужен для его организма. Продолжение следует...